Всем в тренде! Сегодня у нас очередное воскресенье, уже осень и становится как-то грустно, что так быстро прошло лето. Но в этом есть один большой плюс. Осень это сезон альбомов, новинок и новых подгонов от рэп-исполнителей. И эта последняя неделя лета была очень насыщена новинками, про которые мы поговорим дальше. И хочу вам напомнить, что все треки из видео и не только, одним плейлистом вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте. И кстати, если вам нравится моя рубрика про новинки недели, а также переводы и разборы песен, то хочу вам посоветовать такой классный канал, как Пушка, где вы сможете найти эксклюзивные интервью. Там даже недавний разговор с гнойными есть по поводу будущих баттлов. А вы мне не подскажете, по поводу баттлов в сентябре он будет в итоге? Да, да, да. А с кем? С МС Гномом. Все ролики приятно смотреть, ведь там очень милая ведущая. Да и ведущие тоже вполне таки харизматичные. И только там вы сможете найти реально эксклюзивный контент по поводу всех последних событий, что в музыке, что на просторах Ютуб. Лично я ребят уже смотрю давно, так как завидую по хорошему их монтажу. Да и просто это реально годный и интересный канал. Давайте перейдем по ссылке в описании и поможем этому каналу как можно скорее набрать 100 тысяч подписчиков. Самым громким событием этой недели стал, конечно же, альбом Эминема, который вышел совсем нежданно и релиз действительно многих удивил. Ведь это тот самый старичок М, которого мы когда-то полюбили за Slim Shady. Please Stand Up, восьмую милю, да и остальные старые крутые треки. Да, ведь в этом релизе много грязи, диссы и очень быстрый и качественный флоу с безумными рифмами. Если вам реально интересно, то я могу сделать отдельный разбор альбома. Пишите в комментариях, кто ждет и хочет полный разбор. Обладает. На этой неделе выложил в свой SoundCloud новую работу, которая является ремиксом или фристайлом, называйте как хотите, на трек OG Prince и Rocket. Получилось довольно-таки интересно и слышно, что за продакшен отвечал Big Baby Tape, ведь этот вайп не перепутать ни с чем. 6ix9ine обещает нас в сентябре порадовать новым релизом, на котором, по его словам, будут только одни хиты. Ну а на этой неделе он представил нам свою новую работу под названием Baby, ну что означает красотка, красавица, ну и прочие синонимы. Песня получилась очень легкой, танцевальной и наполнена атмосферой прошедшего лета. Кстати, перевод на данный трек есть у меня на канале, найти его вы сможете по ссылке в описании. Участник группы Loud, Goddamn, выпустил дебютный EP, поговорить я хочу именно о треке с Бульваром Депо, ведь эта композиция получилась самой интересной на EP, да и конечно же расслабляющий флоу Депо просто кидает тебя в какой-то транс, под который ты просто качаешь головой и кайфуешь реально от этой музыки. Скарлорд продолжает нас радовать новыми работами, и если на прошлой неделе это был лирический трек, то в этот раз он сделал привычную для всех агрессивную и мрачную композицию. Вы мне часто пишите в комментариях, а как же Морген Штерн, почему про его новые работы я не говорю, и сейчас наступил тот момент. Ведь эта работа очень крутая, где Лишер назвал ютуб помойкой, после выпущенного ролика, который висел на первом месте в тренде, на котором был просто 9 минут черный экран, рассказал о своей благотворительности и просто показал нам, что рэп это реально изи. Уже давно по сети гулял коллаб Фараона и Джимбо, но на этой неделе наконец-то этот трек вышел в более-менее хорошем качестве. И что о нем можно сказать? Джимбо просто вынес бит, и как же хочется больше совместных песен от этих ребят. Молодой фрешмен из Калифорнии, Пэрис, выпустил уже второй по счету клип на треке своего весеннего альбома. Исполнитель только набирает обороты и довольно-таки быстро. И спасибо Триппи Реду за то, что он вывел данного исполнителя в массы. И конечно же постоянная рубрика «Лизер» либо «Флэш», который вот уже восьмую неделю подряд по очереди радует своих фанатов новым материалом. И на этой неделе Лизер выложил в сеть свою новую работу под названием «Не отдам». Лирический трек, который наполнен атмосферой романтики, да и думаю, особям женского пола он точно будет по душе. Молодая, дерзкая и перспективная рэперша Bad Baby в скором времени выпустит свой дебютный релиз под названием «15», что скорее всего означает ее возраст. Но на этой неделе она поделилась со своими фанатами новой композицией под названием «Young and Bad». Пока все ожидают выход альбома «Хаски», который, к слову, должен быть в середине сентября, сам артист подогревает интерес к новой пластинке с помощью атмосферного клипа под названием «Поэма о родине». Ну что же, это чисто русский рэп, которому нету аналога на западе. И хочу вам напомнить о нашей рубрике «Песня от Ноунейма», где каждую неделю одну из присланных вами работ мне в ЛС я выбираю и вставляю выпуск про лучшие новинки недели. Но вас уже очень много, мне в день приходят десятки, а то и сотни сообщений с вашими работами, и чисто физически я не успеваю все просматривать. Поэтому я изменил немного условия конкурса, и чтобы попасть в следующий ролик, вам нужно добавить меня в друзья ВКонтакте и под записью на стене конкурс скинуть в комментарии ваш лучший трек. Так мне будет намного удобнее отбирать и слушать все, чьи сообщения я не прочитал, заранее извиняюсь, просто этого не успеваю сделать. Ну а на этой неделе победил такой исполнитель, как Эдвард Тинни. К слову, весь альбом парня заслуживает внимания. Этот трек и альбом данного исполнителя вы сможете найти по ссылке в описании, либо в нашей группе ВКонтакте. А также и другие новинки, которые не вошли в выпуск, будут в нашем плейлисте все в той же группе ВКонтакте. Ну а на этом все, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы оставаться в тренде всех последних событий в мире музыки и YouTube. А также обновляйте плейлист вместе со мной каждую неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!